В администрации района прошло очередное заседание антинаркотической комиссии. Под председательством главы района Заура Хамирзова в ее работе приняли участие представители здравоохранения, образования, культуры, правоохранительных органов, руководители структурных подразделений администрации района. Важным моментом работы участников комиссии стал вопрос профилактической работы. Деятельность по профилактике употребления психоактивных веществ на территории района осуществляется в различных сферах. Так, об организации работы по профилактике наркомании в образовательных учреждениях за 2021-2022 учебный год доложила начальник управления образования Ася Дберзегова. Классными руководителями, психологами, социальными педагогами проводится определенная работа в каждом образовательном учреждении по вовлечению несовершеннолетних групп и рисков в кружке секции организации дополнительного образования. В муниципальном образовании работают 65 объединений дополнительного образования. Это от детско-юношеской спортивной школы 14 и 51 от Центра дополнительного образования. Спортивной, туристской, художественно-эстетической, прикладной и других направлений, в которых занимается 82% детей в возрасте от 7 до 18 лет, в том числе 98 школьников группы риска, что составляет 100% от общего числа детей из неблагополучных семей и 25 детей из социально опасных семей, 21 детей, стоящих на различных профилактических учетах. Во всех общеобразовательных учреждениях ежегодно в начале учебного года разрабатываются планы работы по профилактике наркомании, употреблению психоактивных веществ, алкогольной и табакосодержащей продукции. Кроме того, разрабатываются отдельные планы проведения месячников, акции по данному виду профилактической деятельности. На классных часах, вне классных мероприятиях, родительских собраниях рассматриваются вопросы изучения правовых норм, касающихся ответственности несовершеннодетних за употребление наркотических веществ, алкогольной и табачной продукции. В целях пропаганды здорового образа жизни, предотвращения наркомании среди детей и молодежи, а также во исполнение республиканского и муниципального плановых мероприятий на 2020-2022 годы по реализации концепции профилактики употребления психоактивных веществ в образовательной среде. Ежегодно образовательная организация участвует в акциях «Я выбираю спорт» как альтернативу пагубным кивычкам, в рамках которой проводятся различные соревнования, конкурсы сочинений, рефератов, стихов, рисунков, плакатов. Готовятся тематические буклеты, проводятся классные часы, беседы, тематические родительские собрания. На сайтах общеобразовательных учреждений помещена информация о телефоне доверия для несовершеннолетних, созданы разделы рубрики по теме профилактики наркомании, недопущение распространения среди подростков наркотических психотропных веществ. Кроме того, информация по вопросам профилактики наркомании и употребления психотропных веществ находит отражение на школьных стендах. Периодически детям и родителям, законным представителям, раздаются памятки по теме профилактики алкоголизма, наркомании, недопущение распространения этого опасного явления в образовательной среде. Участники заседания также заслушали информацию о проводимой работе по профилактике и предупреждению злоупотребления наркотиками в муниципальном образовании Бличепсинское сельское поселение. Докладчиком по данному вопросу выступил глава поселения Каплан Шевгенов. С нами проводится на регулярной основе комплекс профилактических мер по предупреждению злоупотребления наркотиками и средствами на территории поселения. Создана комиссия специалистов, которые проводят обход неполгополучных семей, неполных семей, семей, чьи дети созрят на учете в КДН с последующим вызовом их родителей в администрацию на беседы. В течение степшего периода 2022 года специалистами администрации проводились ночные рейды по пустующим объектам, домовладениям на предмет выявления посторонних лиц. В совместности с инспектором по делам несовершеннолетних, участкового полномочного полиции, периодически проверяется порядок соблюдения закона Республики Абигей о недопущении на противной улице без сопровождения родителей после 22 часов несовершеннолетних детей. В соответствии с интересованными службами и ведомствами прилагаются посильные усилия для вовлечения молодежи в различные виды спорта, которые имеются на территории нашего поселения. Это такие, как футбол, вадебол и виды единоборств. С недавнего времени, с конца зимы, открыта секция бокса и тенниса. Основным направлением наших работников является проведение рейдовых мероприятий по выявлению мест возможного произрастания декорастущих наркосодержащих растений. Территория бывшей свалки, не обрабатываемые бросовые участки земли, пустующие земельные участки. На сегодняшний день фактов произрастания наркосодержащих веществ на территории поселения не обнаружено. Результатом прилагаемых нами усилий является тот факт, что на территории поселения не зарегистрированы случаи выявления употребления наркотическими средствами несовершеннолетними жителями. В конце заседания было отмечено, что тесное взаимодействие между всеми структурами, вовлеченными в профилактическую работу, крайне необходимо для своевременного решения возникающих вопросов улучшения ситуации с распространением наркотиков. Продолжение следует...